Всем доброго времени суток! В данном ролике я расскажу о редакторе. Да, наконец-то это свершилось! Итак, редактор это та самая штука, где создаются ваши любимые и не только карты. Для начала я хочу вас всех предупредить. Я сам до конца не разобрался в данном ремесле и буду рассказывать то, что сам знаю. Если я ошибусь, прошу прощения. Можете поправить меня в комментариях под этим видео, буду очень признателен и учту в следующем гайде. Итак, поехали! Заходим в редактор. Отсюда начинается наш путь маппера. Слева есть окошко в зеленом пунктирном прямоугольнике. Оно нужно для того, чтобы добавить музыку в саму игру. Чтобы добавить песню, нужно просто перетащить файл с песней формата mp3 в эту область. Сейчас как раз этим и займемся. Теперь заходим в саму карту. Нас встречает панелька с настройкой параметров карты. В первой вкладке это название композиции автора, сложность карты и так далее. Во второй вкладке мы выбираем основные показатели карты. Это количество хп. Чем выше, тем больше полоска жизни отнимается за ошибку во время игры. Circle Size. Это размер нот. Approach Rate. Это скорость сужения внешнего круга и OD. OD отвечает за то, насколько точно нужно нажимать в ритм карты. Сейчас я расскажу самые оптимальные настройки, которые подойдут для большинства игроков. Хп ставим от 4 до 6. CS от 3 до 5. Выше будет очень сложно играть, даже опытным игрокам. AR от 8 до 10. Самый распространенный AR это 9. Для начала рекомендую его. OD от 8 до 10. Здесь рекомендую использовать OD 8, так как он тоже наиболее распространенный. Остальные вкладки нам не понадобятся. Нажимаем ОК. Первое, что нас встречает, это так называемое рабочее место. То, где мы творим. По центру располагается панель по подбору BPM, оффсеты и скорость слайдеров. Хорошо. Теперь мы знаем хоть какие-то основы. Пройдем к более важным элементам маппинга. То, без чего ваша карта не сможет стать играбельной. Это оффсет и BPM. Первоначально нам нужно найти BPM нашей песни. Есть несколько вариантов подбора BPM. Это внутриигровой и используют сторонние программы для определения BPM. В первом случае вам нужно иметь очень хороший слух и ритм. Так как BPM подбирается вручную при помощи клавиши T. И вам нужно нажимать эту клавишу определенное время с одной частотой. В ритм песни желательно делать это на припеве, где лучше всего слышно ритм. Второй пример самый легкий. Я сам им пользуюсь. И он практически никогда не подводит. Так как программа все делает за вас. Если конечно в песне нет несколько BPM сразу. В программу я использую BPM Analyzer. Указываем потик папки с песней и процесс определения не займет много времени. Далее, когда мы получили наш заветный BPM, считай полдела сделано. Открываем настройки карты клавиши F6. И в строку BPM указываем наш BPM. Теперь оффсет. Ставим красный флажок на первый звук и пытаемся подогнать тик таймлайна и тик песни, чтобы они совпали. В моем случае BPM и оффсет совпал с самого начала, и я не стал его изменять. Но это не означает, что у вас так совпадет. Всегда проверяйте, чтобы самые громкие биты попадали по отсечкам сверху. Теперь я немного расскажу про рабочую область. Она отображается сеткой, в которой мы можем расставлять элементы и не можем выходить за ее пределы. Светка служит для фиксации нот, и если вам нужно более точно или наоборот проставить ноты, то ее можно менять на клавишу J. Далее, слева у нас имеются сами элементы, которые мы можем расставлять. Первое – это круг. Потом идет слайдер. Последнее – это спиннер. Теперь давайте проверим, насколько точно я смог подобрать на слух BPM. О май гоуд, это просто идеально. Вот и все, ура! Самое сложное и неинтересное счета и кончилось. Можно смело ставить ноты. Ах да, ноты тоже ставятся по правилам. Но это будет в следующем видео. Всем спасибо за просмотр и до встречи. Если хочешь поскорее увидеть новый гайд, собираем 200 луису. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.